Восемнадцать лет, восемьдесят шестой год, оказался в республике Афганистан, в отдельном 345-м парашютно-десантном полку. Когда мы только пересекли границу и прилетели в Кабун, страшновато было, не скрою. Довелось ходить в рейды, охранять автомобильные колонны. Первый мой боевой выход – это Джоллабад. Запомнился случай, начали высоту захватывать, заработал крупнокалиберный пулемет. Я упал, помню, подсечку сделал мне мой старослужащий солдат. И очень сильно ругал, говорит, я тебе, говорит, научу падать. Благодаря ему меня не скосила очередь именно с крупнокалибренного пулемета. Довелось участвовать в операции «Магистраль», вот именно нашумевший фильм «Девятая рота». Скажу по-настоящему, 39 героев-десантников, бойцов того времени, держали самую господствующую высоту. Для чего? Для того, чтобы колонны с продуктами, с одеждой прошли именно в этот город, вот доставить эти грузы. Маджахедом это была важная стратегическая высота, она была самая высокая, господствующая. Бой начался в 16.36 января, закончился 5 часов 30 минут 7 января. Из 39 десантников уцелело 9 человек, просто уцелело. Также 6 погибло, остальные были тяжело ранены, тяжело контужены. В Афганистане я пробыл год и 80. 86-88 год. Я думал, что может с возрастом что-то будет забываться, но на самом деле я ложусь с войной. И просыпаюсь с войной, постоянно у меня в голове эта война. Не за награды и не за славу. Афган прошли, каждый для себя. Мы не ждали в то время в Союзе Лавры, нам было главным матерям вернуть себя. А что молиться, такого был дом. И смело мы тогда шли, где посолали. Несли мы честь, твух перед страной, а легких твух в играх не выбирали. Поэтому всем счастья, здоровья. И чтобы было над всеми мирное время. И люди больше никогда не знали, что такое война. Продолжение следует...